ЧВК Вагнер опять в топах новостей, да, опять чудит Пригожин, такой ньюсмейкер, главный ньюсмейкер России Пригожин, это становится интересным, это становится забавным, он не снижает темп, а только разгоняется, только разгоняется, до чего он дойдет, я вот правильно говорил, не надо его мочить, он разнесет все, вот как вышедший из строя гироскоп, блядь, начнет все разметаться вокруг, и что сказал Пригожин, да, глава ЧВК Вагнер предложил Стрелкову, ну какому Стрелкову, Гиркину, перейти от слов к делу и прибыть в одном штурмовых подразделении Вагнера, да, вот он сказал следующее, «Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность согласно его компетенции в одной из штурмовых подразделений, безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности, пора переходить от слов к делу и так далее, и так далее». Да, и да, вот он заявил, Пригожин, Сирия – это малая-малая-малая толика того, что мы сегодня делаем по всему миру, великая Россия, тема велика, что она должна не только у себя под носом наводить порядок на далеких рубежах, и, короче, он, и Пригожин говорит, что намекает, да, что Гиркин из честолюбия, да, из желания прославиться что-то делает, а он патриот Пригожин и так далее, вот, ну, тому, что я так понимаю, что Гиркин обвинил там в чем-то Пригожин, не надо было Гиркину Пригожину трогать, это точно ему, Гиркин попал в Цуксвак, да, ну, было совершенно очевидно, что Пригожин так сделает, если Гиркин залупится. Гиркин залупился, он говорит, все, пожалуйте в вагон, но мистер Аткинс в добрый путь, когда играют в сбор, да, вот, и что делать Гиркину? Да, то есть понятно, что он может, конечно, устроиться в Вагнер Пригожину, к Пригожину будет все время как в тюрьме, да, то есть вокруг будут те люди, которые, когда нужно будет Пригожину, они его прибьют, или если нужно будет Пригожину, они его отдадут на Запад, ну, когда начнет все рушиться, скажут, так, что там, какие у нас козырные карты есть, ну, там можно с Западом договориться? Да, давай Гиркина отдадим, они там его осудили пожизненно, а мы что-нибудь выхлопотаем за это, и нормально, да, то есть, ну, таким образом он попал ногами в жир, этот Гиркин, очень смешно получилось, и он говорит, отказаться он не может, да, и согласиться не может, потрясающая ситуация, 5 баллов, Пригожин молодец. Если господин Пригожин, этот Гиркин говорит, действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников, подчеркиваю, профессиональных военных, с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения. Да, таких переговоров я даже не знаю, что отвечать, в любом случае я готов рассмотреть это предложение, не согласиться рассмотреть, если оно будет сделано в нормальном виде, если оно меня устроит, и все, понимаете? То есть, вот он это говорит, никто к нему не придет, ни на какие переговоры. Ему сказано, езжай в Луганск, ты никто, и там тебе дадим мы ружье ржавое, блядь, пойдешь в атаку. Вот что-то другими словами говорит Пригожин, блядь, 5 баллов. Хорошо Гиркина протрулил, ну, очень смешно, очень смешно. Да, и тут, представляете, вот только я говорил с близкими мне людьми по поводу политики, и об одном из механизмов политики, который движет, и который очень разрушителен, и сейчас он будет максимально разрушителен в России, то есть разрушение России может случиться в связи и с действием этого механизма. Это один из семи грехов – зависть. Я вот не подвержен зависти, слава богу, не знаю, что это такое, вообще не знаю. И так счастлив, потому что я вижу, как это мучает людей, как их разрушает это изнутри, чудовищно совершенно. Да, но хорошо, что это есть. И вот относительно зависти, которая гложет некоторых людей, Кадыров сообщил об успешном штурме полком «Север Ахмат» позиции ВСУ в Новой Михайловке. Я вам прочитаю, что там написано. Это не я придумал, это написали новости. «Лента.ру» пишет, со ссылкой, а, прямая речь. «В результате боестолкновения противник понес потери и был деморализован». А что сделано конкретно? Кадыров отметил, что захвачены хорошо укрепленные и подготовленные к долгой обороне вражеские окопы. Первую линию обороны захватили, и это счастье. Ну, там же Солидар, там, блин, Прикошин Солидар забрал, а его тут верные нукеры ничего не забрали. Ну, окоп хоть, блядь, один окоп. Окоп забрали, забрали. Ну, все, сейчас я скажу. А также другие инженерные сооружения в лесополосе. Еще раз. Хорошо укрепленные и подготовленные к долгой обороне вражеские окопы, а также другие инженерные сооружения в лесополосе. Это победа Кадырова. Можете представить, как его лавры Пригожина мучают. Он, наверное, ночью не спит, блядь. Пригожин Солидар забрал, а он ни хрена не забрал. Это очень весело. Просто пять баллов. Ну, и хорошо. Хорошо. Я говорю, чем больше у Пригожных побед, тем быстрее все закончится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...